Это было очень круто для тех, кто болеет и заперевывает за «Спартак», потому что команда сыграла, в принципе, так, как и ждали от нее еще в начале сезона. Не особо зрелищно, не особо, может, скажем так, классно собрать исполнение каких-то элементов, но это был тот «Спартак», та команда, которую из народ хочет видеть. Я вам об этом столько раз говорил. То, что он сидел во время пресс-конференции так спокойно, не выказывал каких-то эмоций. Это очень гантрастировало на фоне того, с какими воплями команда вбегала в раздевалку. Все радостные, довольные, выиграли предварительный кубок, не знаю чего, но «Спартак» смотрелся круто, сыграл по ситуации. Так очень противные команды. Я вот с несколькими людьми общался еще раньше. Они все говорят, что вплоть с «Спартаком» лучше не пересекаться, а если пересекаться, где-нибудь в финале конференции, потому что это команда, которая из тебя всю душу вымет, и она очень опытная, добавились два игрока. Конечно, Виклунд, который не играл вообще полгода, по-моему, сыграл, неважно. То есть у них были ошибки. Но в целом «Спартак» сейчас команда, у которой есть глубина состава, она набрала ход. Она на втором месте в конференции на данный момент. Абсолютно все заслужено. Если она научится играть против аутсайдеров, которыми натеряют очень много очков, то, я думаю, может вполне закончить регулярный чемпионат в тройке. Хотя, в принципе, это не надо. Потому что какой смысл играть против аутсайдеров, с которыми все равно не будешь играть в плей-офф? А если брать фаворитов, то два раза обыграл «СКА», обыграл «ЦСКА», обыгрывал «Локомотив». В общем, есть автомобилисты, в общем, команды, которые выше по статусу, по бюджету, по деньгам и, может быть, даже если они очень удачно сейчас выступают. «Спартак» выглядит здорово и замечательно. Ну и ждем, что он будет творить истории дальше. А пока есть вопросы к «ЦСКА», но об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова